пустить под откос двое бобручан задержаны за подготовку теракта на железной дороге незваный гость хуже татарина не знаю я кто-то был хахал наверное бобручанин самовольно проник в квартиру и спровоцировал пожар только у нас подробности чп по переулку чапаева и любовь зла можно и ломать можно стучать ногами руками бить стране проходит акция дом без насилия как не стать жертвой это сирена громкие чп за неделю страшная правда из жизни города мы уложимся ровно в 10 минут засекайте история с плохим концом на советской под окнами многоэтажки нашли тело 19-летнего парня на погибшим обнаружены повреждения характерны для падения с высоты следователи выяснили в этом доме молодой человек не проживал специалисты опросили жильцов назначена экспертиза проводится проверка бобруйский пожар унес еще одну жизнь как известно в квартиру самовольно проник 49-летний мужчина с подробностями ольга васенда иван виницкий проснулся от стука в дверь говорит сразу почувствовал неладное на помощь звала соседка оказалось у нее горит квартира женщина со слов мужчины была пьяна но при этом смогла самостоятельно вызвать спасателей просила лишь об одном открыть ворота и мужика остался потом вынесли на улице лежал но это мужик не и и и мужик на работе был а этой алкашки не знаю я кто-то был хахаль наверное сообщение о чп спасателям поступило утром 5 апреля как стало известно в квартиру проник мужчина огнеборцы обнаружили тело без признаков жизни со слов соседей хозяйка 43-летняя женщина часто приводила незнакомых гостей нигде не работала и постоянно выпивала результат как говорится на лицо черное стекло и обугленные оконные рамы не дизайнерское решение о последствии смертельного огня дверь опечатана внутри следы с которыми предстоит разобраться следователем это к слову уже второй трагичный случай в городе за последнюю неделю в пятницу на ванцете погиб пенсионер чп случилось около полуночи в двухквартирном доме погибший как известно жил один причина пока устанавливается ольга васенда максим галеонка сирена непредвиденное фаер-шоу в четверг днем на шины горел гараж с пламенем внутри справились спасатели в результате уничтожены имущества и закопчены стены сгорел также вилочный погрузчик пострадавших частью нет причина пожара выясняется предположительная причина неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ продавец несчастья в бобрусской задержан несовершеннолетний наркокурьер 17-летний местный житель попал в поле зрения правоохранителей когда искал тайник с закладкой при себе у него обнаружены и изъято особо психотропное вещество мифедрон к слову два месяца назад молодого человека отчислили из колледжа за неуспеваемости прогулы ранен был судим за хулиганство в ночь на 30 марта при силовой поддержке собра задержаны трое жителей бобруска которые готовили теракт на жидопутях как стало известно бобручане планировали пустить под откос поезд для чего уничтожили два релейных шкафа сигнальной установки под осиповичами во время задержания злоумышленники оказали сопротивление и пытались скрыться применено оружие на поражение один из преступников ранен уже после ареста в машине подозреваемых обнаружены радиостанции и специально изготовленные устройства для схода с рельс подвижного состава задержанные дают признательные показания мвд предупреждает что любые действия лиц замышляющих подобной диверсии на бжд будут жестко пресекаться с использованием оружия от ответственности не уйдет никто абьюзеры среди нас в стране проходит акция дом без насилия под пристальным вниманием сотрудников милиции любители выпить безработные и те кто ведет социальный образ жизни как жить с такими людьми и что грозит жертве психологического насилия выясняла карина гуревич жизнь в квартире на социалистической давно превратилась в ночной кошмар наяву всему виной алкоголь пьет сын страдает мать хотя еще 10 лет назад мужчина занимался футболом и грезил большим спортом но свернул на кривую дорожку сейчас ни друзей ни работы когда пьяный особенно когда вот утром послеснется ему нужно деньги давай деньги давай все можно и ломать можно стучать ногами руками бить все ну проснулся пошел на точку как можно точки эти вот я не знаю все выносит все все на точке в таких историях как правило один и тот же сценарий вещи пропадают в квартире погром часто дело доходит и до рукоприкладства предотвратить беду главная задача акция дом без насилия охватила все уголки страны особое внимание семьям где пострадали дети наибольшую угрозу отмечают специалисты представляют безработные и те кто ведет а социальный образ жизни мы посещаем их независимо в любое время суток можем прийти то есть днем вечером ближе в вечернее время ночное время беседуем с ними беседуем с членами их семьи вызываем их на профилактические мероприятия если следы физического насилия это порезы побои и переломы то психологического изменения личности характера и самооценки все это предпосылки бытовым конфликтам чаще всего как известно страдают именно беззащитные тихий и спокойный район но так ли это на самом деле по статистике каждая четвертая женщина подвергается домашнему насилию и это не только жены в списке мамы и сестры так что же происходит за закрытыми дверями желание защитить близкого человека порой только усугубляет ситуацию безнаказанность для абьюзера хорошее подспорье если вы стали жертвой агрессора звоните по номеру 102 помните в доме нет места насилием карина гуревич максим галеонка сирена это было сирена но больше новостей ищите на нашем канале в ютюбе соцсетях я кристина орианс увидимся через неделю а